Спонсор службы новостей – офтальмологический центр Крофт Оптика М. Здравствуйте! В эфире телеканала «Карибу» служба новостей. В студии работает Анна Корнетова. Сегодня в выпуске. Цветы, подарки и комплименты самым любимым и родным. День матери отметили на Колыме. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Юбилей отметила старший тренер по художественной гимнастике Татьяна Никишова. Залить полы, положить пластиковые решетки и покрасить. Вот весь перечень работ, которые необходимо сделать в преддверии новоселья на свиноферме. Хозяйство Комарова ждет расширения уже в следующем месяце. Более тысячи особей в ожидании собственного двухэтажного дома. Своё дело руководитель предприятия Сергей Комар начал 20 лет назад. С двух коров в старом телятнике в Снежном. Тогда поселок считался аграрной столицей Колымы. Сейчас за счет реализации нового инвестпроекта он смело сможет подтвердить это звание. Свиноферма на пять тысяч голов уже реальность. До сдачи объекта остались считанные дни. Резко увеличивается спрос на продукцию. Поэтому, чтобы стабилизировать ситуацию и удовлетворить потребности, закрыть потребности жителей города, области. А ведь и Якутия немножко берет у нас продукции тоже. Надо увеличивать объемы производства. Дюрок, ландрас и крупное белое – это хорошие мясные и беконные породы с низким содержанием сала. Все то, что так нравится колымчанам. Ежегодно хозяйство получает около 70 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Объем инвестиций в этот проект – 29 миллионов, чтобы на выходе получать 360 тонн свинины ежегодно. Сохранить сквер или построить новую школу – мнения горожан разошлись. Пытаясь сохранить зоны отдыха, магаданцы собирают подписи против проекта возведения нового образовательного учреждения. Резонансный вопрос обсудили на заседании городской общественной палаты представителей власти, муниципальных служб, образования и жителей областного центра. Компромиссы участники так и не пришли, но предпосылки для нахождения общего знаменателя уже есть. Мы, ниже подписавшиеся жители третьего микрорайона, проживающие на улицах Пролетарская и набережные реки Магаданки, выступаем против строительства школы на месте нашего сквера, который является местом отдыха и прогулок жителей города Магадана. По строительным нормам и по градостроительным в жилом квартале в основных видах разрешенного использования по градостроительному регламенту должна быть школа и детский сад. И речь сегодня не идет, как говорят, потратить лишь бы деньги. Понимаете, это нам сегодня нужна школа. Нам! В день матери депутат Магаданской городской думы Антон Басанский посетил родильный дом. Он поздравил персонал и пациенток стационарного отделения. Сейчас там находятся те, кто только готовится стать мамой и те, кто уже ждет выписки. Особые слова благодарности прозвучали и в адрес тех, кто каждый день помогает на свет появиться новым магаданцам – акушерок, медсестер, врачей. Многие из них и сами мамы. Акция уже стала традиционной. С цветами, поздравлениями и подарками депутаты городской думы посещают роддом каждый год. Что такое День матери? День матери – это тот день, когда все женщины, которые испытали чувство материнства, они испытывают гордость не только за своих детей, и также дети испытывают гордость за них. Сегодня я хочу поздравить всех женщин, которые испытали чувство материнства, потому что это то самое сокровенное, когда ты вкладываешь ребенка в душу и сердце. Победы россиянки в конкурсе «Евровидение-2017», возраст, когда молодость сменяется на старость и столетие НХЛ. Подробнее об этом расскажет Максим Дроздов в рубрике «Мировые новости». Здравствуйте! А сейчас о событиях в России и за рубежом по данным информационного агентства и Тартас. 14-летняя россиянка Полина Богусевич победила в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2017», который прошел в воскресенье вечером в Тбилиси. Полина, выступив с композицией «Крылья», набрала в общей сложности 188 баллов и заняла первую строчку конкурсной таблицы. Бразильцы в возрасте от 35 до 44 лет убеждены, что молодость длится до 37,5 лет, а старость наступает в 65. Что касается жителей южноамериканской страны старше 60, то они считают молодыми всех, кто моложе 43,5 лет, а старыми лишь тех, кто отпраздновал 69 день рождения. Таковы итоги социологического опроса. Национальная хоккейная лига отметила вековой юбилей. Старейшая в Северной Америке и сильнейшая хоккейная лига в мире, которая объединяет профессиональные клубы Канады и США, была образована 26 ноября 1917 года. В Оттаве в конце октября был открыт памятник Кубку Стэнли, главному трофею НХЛ. А главным событием отмечаемого столетия должен стать матч на открытом воздухе между клубами Оттава и Монреаль, который запланирован на 16 декабря в столице Канады. Впервые только с 22 по 30 ноября 2017 при покупке норковой шубы вторая в подарок. Рассрочка до 24 месяцев. Дополнительные скидки на Дзержинского 3. Дочь, жена, мама, почетный работник физической культуры и спорта, старший тренер по художественной гимнастике. Золотой юбилей отметила Татьяна Никишова. С поздравлениями и подарками в день рождения пришли воспитанники, друзья и близкие, первые лица области и города. На праздники побывала и Александра Дроздова. Эта история началась в 60-х годах прошлого века со встречи начинающего боксера Евгения и молодой гимнастки Элины. Вскоре в семье Бурмистровых появилась дочка Таня. Девочка пошла по стопам родителей и всецело окунулась в спорт. Добилась успехов и в плавании, и в легкой атлетике занималась танцами. Но ленты и обручи, кувырки и шпагаты переплелись с делами повседневными. И художественная гимнастика стала неотъемлемой частью жизни. Поздравить с юбилеем любимого тренера пришли не только те, кто сейчас занимается под ее руководством, но и те, кто уже добился успехов. Многие из них связали свою жизнь с гимнастикой. За годы работы тренером Татьяна Никишова вместе с коллегами воспитала 30 мастеров спорта. В день рождения заветное удостоверение, подтверждающее этот спортивный статус, получила и ее дочь Светлана. Тренироваться у мамы это, конечно, непросто, потому что должна быть грань между залом и домом. И порой эту грань сложно найти, но мы с мамой нашли общий язык, и она смогла им привить любовь к спорту. На празднике собралось огромное количество гостей. Среди них семья, близкие друзья, коллеги и, конечно, юные воспитанницы. Те, кому только предстоит под руководством Татьяны Евгеньевны добиться высоких спортивных результатов. Поздравляем! Как отметил градоначальник, команда гимнасток радует не только медалями и званиями, полученными на различных соревнованиях, но и благодаря спортивному воспитанию и дисциплине девочки хорошо учатся в школе. Очень хороший сплоченный коллектив, который учит учиться. Вот самое главное, чему должны мы научить в процессе образования любого дополнительного, общего, это научить учиться. Вот гимнастика, федерация гимнастики, тренингский состав учит девочек учиться. Кроме выступления гимнасток, подарком в этот день стало получение звания «Почетный работник физической культуры и спорта». Конечно, когда оглядываешься назад, ты понимаешь, что ты прошел этот путь не зря, и что появляются новые крылья и новые силы для дальнейших успехов. Сейчас под руководством Татьяны Никишовой занимается несколько десятков спортсменок в разных возрастных категориях. В планах расширить секцию и начать обучение юношей. Александра Дроздова, Михаил Стройкин. Специально для Службы новостей. Далее вас ждет информация о погоде. Не переключайтесь. Здравствуйте. 28 ноября в Магадане синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег. В обед в областном центре выглянет солнце. Температура днем минус 15 градусов, ночью до минус 20. Ветер северный 3 метра в секунду с порывами до 10 метров в секунду. Далее информация о приливах и отливах. Полная вода в 4 часа 40 минут и в 17.25. Малая вода в 10.50 и в 23.40. Стоматологическая клиника «Мир здоровья». Это гигиена-полостертап. Применение аппаратной анестезии обеспечит максимальное обезболивание без использования традиционного шприца. Интроральная камера позволяет на мониторе видеть проблемные зоны, как врачу, так и пациенту. Новинка в протезировании. Мягкие зубные протезы. Эстетичный и комфортный в использовании. Стоматологическая клиника «Мир здоровья». Улица Советская, 22. Необычный город-курорт, который может стать новым домом для многих россиян. Почему? Узнайте сразу после выпуска новостей. А на этом я с вами прощаюсь. Смотрите телеканал «Кариба». Скоро будут новости. Николай Петрович с семьей живет в Доброграде уже два года. Изначально он приехал сюда отдохнуть. Но был настолько впечатлен, что решил наконец-то воплотить давнюю мечту о переезде в Центральную Россию. Уже спустя полгода Николай Петрович стал обладателем большого современного таунхауса и статуса одного из первых жителей нового города-курорта. Если честно, мне уже трудно представить, что я мог бы жить в каком-то другом месте. Когда находишь уют и комфорт, то его уже ни на что не променяешь. Здесь потрясающая природа, очень ухоженный город, прекрасная инфраструктура, особенно для моих детей. Инфраструктура города-курорта действительно современная и развитая. В Доброграде построены масштабные объекты для занятий более 40 олимпийскими видами спорта, а также для активного отдыха, в том числе озера для рыбной ловли. Есть секции и кружки для детей. Работает один из лучших в стране летний лагерь, а в настоящее время строится школа и детский сад, которые заработают уже в сентябре 2019 года. По полюсам ОМС жителей бесплатно обслуживает ультрасовременный клинический медицинский центр. Ну и, конечно, активно развивается курортная инфраструктура. Сегодня в Доброграде функционирует четырехзвездочный парк-отель, фитнес-клуб, эспа-центр, кинотеатр, два ресторана, кафе и открытый подогреваемый бассейн, в котором можно купаться практически весь год. Город-курорт регулярно принимает крупнейшие мероприятия. Здесь проводился международный форум «Россия – спортивная держава» с участием президента Владимира Путина. Всероссийские экономические и бизнес-форумы. Каждый год Доброград организует фестиваль про добро с участием российских звезд. В этом году на уникальной сцене на воде выступили группа «Ума Турман», Олег Митяев, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Также в этом году с огромным успехом на территории новой аэропорта Доброграда прошел первый авиамьюзик-фестиваль, который стал одним из самых зрелищных в ЦФО. Вся курортная инфраструктура города доступна для наших жителей на специальных условиях. По клубным картам мы предоставляем скидки на использование спа, фитнес-центра, ресторана, кафе, кинотеатра. Мы не просто продаем недвижимость, мы берем на себя ответственность за дальнейший комфорт тех, кто уже переехал в Доброград. Мы продолжаем общаться и улучшать качество жизни на основе пожеланий наших жителей. Сейчас в Доброграде можно приобрести участок под строительство, готовый дом, таунхаус или квартиру в кирпичном малоэтажном доме. Причем специально для жителей северных регионов в городе-курорте пока действуют особые условия. Скидки, беспроцентная рассрочка, сниженный первоначальный взнос и ежемесячные платежи, сервис удаленной сделки и сделки за один день. При покупке можно оформить ипотеку со ставкой от 5,75%. Кстати, в качестве приятного бонуса покупателям издалека предоставляют бесплатные проживания в парк-отеле Доброград. Комфорт оптика представляет окей-терапию. Ночные линзы за время сна, корректирующие близорукость. Вы надеваете их только на ночь. Линзы создают гидродинамические силы, которые изменяют толщину эпителия роговицы. Эти микроскопические изменения создают такие условия, что утром, вынимая линзы, вы хорошо видите до следующей ночи. Ночные линзы работают, пока вы спите. Крофт оптика. Телефон в Магадане. 62-85-47.